До этого момента мы рисовали пример, но для пространства придумали еще хороший пример, но это не так страшно, потому что хороший пример придумать, в конце концов, обычно легче, чем доказать какое-то утверждение. Я сейчас, давайте, четко сформулирую теоретку. Если в начале было А крестиков, А черных клеток, то их никогда не станет больше, чем 3А. Итак, утверждение. Количество черных клеток не может увеличиться в более чем в 3 раза. Я веду такое обозначение. А – это количество черных клеток в самом начале. А большое – это то же самое в конце. И вдруг обнаруживаю, что, если честно, с этим обозначением ничего хорошего сделать нельзя. Потому что вообще-то, мы уже с вами знаем, количество клеток во время операции может увеличиваться. Поэтому, если я буду следить только за количеством черных клеток, то, к сожалению, нельзя сказать, что оно не увеличивается. Оно может увеличиваться. Его недостаточно. Нужна еще другая величина. И вот оказывается, если я введу другую величину, то уже все легко решить. Б – это число отрезочков единичных, число граничных отрезочков, число граничных отрезков между белой и черной клетками. Так, давайте я объясню. Пусть есть какая-нибудь картинка. Ну, вот, например, это черная клетка, это черная клетка, и это, например, тоже черная клетка. В таком случае, что такое А? А – это просто-напросто число 3. Что такое Б? А это количество вот этих отрезков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это восемь. Так, смысл понятен? Смотрим, сколько есть пар клеток вида белая и черная. Смотрим, сколько есть клеточек, белых и черных, которые граничат между собой. И подсчитываем количество отрезков. Вот, например, на этой картинке у меня восемь отрезков, которые между черной и белой клетками. Ну, и, естественно, будет число Б большое. Это то же самое, только вот это было в начале, а там будет в конце. После того, как мы сделаем много-много операций, у нас будет вот эта вот величина. Так вот, господа, давайте сейчас проследим за этими величинами. Что может происходить во время перекрашивания? Ну, смотрите. Например, какая черная клетка исчезает. Что при этом происходит с нашими величинами? Уменьшаются, правда? Это понятно или нет? Да, понятно. Это понятно. Они просто-напросто уменьшаются. Это даже как-то не очень интересно. Потому что если они будут уменьшаться, то это что-то не только хорошо, да? Вначале они были какие-то, потом уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Ну и здорово. Страны маленькие. Могут ли они увеличиваться? Ну, для того, чтобы они увеличивались, должна какая-то черная клетка возникать. Согласны? Или, слушайте, может так происходить. Какая-то белая клетка может превращаться в черную. Вообще-то при этом тоже кое-что может происходить. Но давайте посмотрим, давайте посмотрим при наших операциях, что будет. Ребята, а будет вот что, будет ужасно. Потому что если у вас какая-то белая клетка взяла и превратилась в черную, то при этом вот это вот число, которое B, оно может увеличиться. А я этого абсолютно не хочу. Хотя, с другой стороны, смотрите, когда эта самая клетка, я просто так обсуждаю, когда эта самая клетка, она была белая, значит, она у нас превращается в черную, то слишком сильно увеличится вот это вот число B, на самом деле не может. Оно может увеличиться максимум на двойку. Согласны? Замечательно. Но на двойку может. То есть вот таки клеточка была черная, стала белая, от этого вот этого число уменьшилось на один, а вот этого увеличилось на двойку. То есть одно уменьшилось, другое увеличилось. В общем, все. Я считаю, что я достаточно вас у нас поводил за нос, поэтому давайте я сейчас напишу величину, за которой надо следить. Величина будет такая. Оказывается, надо следить не по отдельности за А и Б, а за величиной 2А плюс Б. Я сейчас докажу, что обязательно верно вот такое неравенство. неравенство. Вам где-то не сложно сделать. Я пытаюсь медленнее, потому что вам надо понять, а вы не можете думать. Вы обязательно должны кучками что-то делать, что-то куда-то класть, перекладывать. Ребята, это страшная штука. Неумение человека сосредоточиться на деятельности. То есть специально сейчас медленно это рассказываю, чтобы вы в своей голове что-то успели прокрутить, а вы думаете, что это время для того, чтобы успеть там поиграть, и так далее, и так далее. Да не для этого. Время, чтобы подумать, что на доске написано. Чтобы попытаться вместо меня доказать это. Понимаете? То есть слушать, это же не значит понять каждое слово, что вам говорят. Это осознать, как это все связано. Как это связано с вашими предыдущими знаниями. Значит, и так, я ставлю конкретную задачу. Почему удвоенное количество черных клеток в сумме с количеством границ между черными и белыми при наших операциях не может возрастать? Почему обязательно вот так? Господа, на самом деле это очень легко. Вот смотрите. Представьте себе, что у нас была белая клетка, и она каким-то образом превращается в клетку черную. Что значит, что белая клетка превращается в черную? Это значит, что вообще-то около нее было хотя бы три черные. А вот эта неизвестно какая. Да, может белая тоже черная. Смотрите, что при этом произошло. Величина А уменьшилась на единицу. Согласны? А значит, слагаемое 2А на сколько уменьшилось? На 2. Правильно? Это слагаемое уменьшилось на 2. Так, количество границ между белыми и черными на сколько уменьшилось? На 2. Смотрите. Этих трех границ больше не будут. Правильно? Потому что произошло перекрашивание. Ой, слушайте, а вдруг эти клетки стали какого-то другого цвета? Как тогда выйти? А очень просто. Иногда в математике более сильное утверждение доказать легче, чем более слабое. Ребята, я сейчас изменю правила игры, и вдруг станет все намного легче доказать. Я скажу, что если какое-то место заляпало черной краской, то оно уже не отмывается. Изменю первоначальное правило. Первоначально у нас клетка могла становиться как черной, так и белой. Так? Да. А давайте договоримся. Если какая-то черная, то она уже навсегда черная. А белая может стать черной, и тогда она уже будет потом навсегда черной. Вы согласны, что от этого черных клеток станет только больше? Правда? Потому что просто не смогут черные клетки пропадать. Да. И тогда все станет легче. Потому что тогда эти черные клетки уже не перекрашиваются. И я точно знаю, что исчезло три штуки черных. Единственное, могло добавиться, могло не добавиться. Потому что вот эта клеточка могла быть черного цвета. Тогда здесь была граница, тогда бы исчезла 4. А могла быть белого, тогда здесь возникает граница. Так что, в принципе, могло добавиться. Но, ребята, так, сейчас у меня... Значит, смотрите, сейчас у меня добавляется одна черная. Значит, была белая, стала черная. Здесь плюс 2. Исчезают три границы. И вот эта граница то ли исчезает, тогда здесь будет минус 4, то ли наоборот добавляется, если здесь была белая. Плюс 1. Ну, вообще-то 2 минус 3 плюс 1, это сколько? Значит, если у вас белая клетка превращается в черную, то выражение либо не меняется, либо уменьшается. Значит, я доказал вот это. Так, давайте я еще раз это повторю. Я боюсь, что это не так просто на самом деле. Итак, сейчас, обратите внимание, это доказательство с довольно неожиданной идеей. Я занимаюсь вычислением некоторой величины. Между прочим, в математике довольно много будет случаев, когда потом будете учить, когда именно так будут решать задачи. Я ввожу некое число и доказываю, что это число не может увеличиваться в процессе работы. При этом, даже чтобы легче было, я более сильное утверждение доказываю. Я говорю, что пусть белые клетки могут превращаться в черные, а черным запрещено превращаться назад в белые. Я сейчас проверяю, что при превращении белой клетки величина 2А плюс В не может увеличиться. Это на самом деле легко. Потому что, если была белая клетка и со всех сторон были черные, тогда происходит понятно, что она становится черной, вот это число на единицу увеличивается, значит, 2А на 2 увеличивается, но количество границ уменьшается на 4. Получается 2 минус 4, это меньше 0. А если здесь была белая, тогда здесь по-прежнему увеличивается, получается, плюс 2, а здесь границы вот этих 3 исчезли, одна появилась. А это тогда величина не меняется. Замечание. Я доканусь много разделов, значит, на каждом этапе это выполнено, значит, оно и в сумме все. А теперь вопрос, что называется, ну и что? Ну, доказал я это не ради. Напоминаю, что я хочу. Я вообще-то хочу доказать, что число А не больше, чем 3А. А как отсюда это улучшить? Давайте пару минут вы сами пытались. Дело в том, что там 99% работ я сделал. Всю трудную часть я сделал. Осталось играть с неравенствами. Интересно, вы это сделаете или нет? Решите неравенство, пытайтесь как-то там получить. На самом деле, это несложно. Но даже этот 1%, который является такой стандартной штукой, для вас, я думаю, не такой уж и простой. Предыдущая была действительно трудная идея. Надо было догадаться до рассмотрения вот некой величины. Это трудно. Сейчас это стандартная работа с неравенствами. Это абстрактное рассуждение. Оно будет очень простое, короткое, но оно абстрактное. Надо думать об играх. Это не рассуждение о картинке. Когда была картинка, большинство из вас все-таки более-менее пытались что-то рисовать. А сейчас большинство вообще абсолютно в шоке. А что делать-то с ними? Что значит доказать? Чем можно? Могу повторить вопрос? Почему А большое не может быть больше, чем 3А? Ну что, давайте я сейчас покажу, как это на самом деле совсем легко делается. Понимает ли уважаемая публика, что 2А большое это меньше, чем 2А большое плюс Б? Да. Почему? А потому что если у вас есть черные клетки, то хоть терись, но хоть где-нибудь граница между черной и белой будет. Правильно? Поэтому число Б не бывает равно нулю. Замечательно. Вот это неравенство. Мы доказали. Поэтому пишем 2А маленькая плюс Б маленькая. И вот, ребята, если вы мне сейчас сумеете объяснить, что это меньше или равно, чем 2А плюс 4А, то мы с вами получим замечательную вещь. Вначале стоит 2А большое, потом меньше, меньше или равно, меньше или равно, значит, в результате чуть меньше, да, чем 6А. А вот это, это то же самое. Даже, повторяю, здесь можно убрать возможность крайнества. Здесь всегда сложно. Пожалуйста, объясните, почему Б маленькая не больше, чем 4А маленькая? Для этого надо вспомнить, что такое А, что такое Б. Да? Мне кажется, что у черных клеток может быть 24 границы. Отлично. Выходите, пожалуйста, к доске и всем объясните. Надеюсь, что все поймут. Он правильно сказал? Вы не может быть больше, чем 4А, потому что у черной клетки может быть максимум 4 границы, если вокруг нее стоят 4 белых клетки. Даже если около какой-то черной клетки стоят 4 белых, то в граничных отрезках всего лишь 4. Значит, каждая черная клетка порождает максимум 4 отрезков границ. Значит, мы получаем, вы абсолютно правильно говорите, Б не больше, чем 4А. Вот в этом месте мы этим пользуемся, заменяя Б на 4А. И у нас все получилось. Господа, для того, чтобы я убедился, что мы все это поняли, давайте сейчас сделаем такую штуку. Ровно то же самое утверждение, только в пространстве. Я утверждаю, слушайте, понимаете, я утверждаю, что ровно таким же образом в пространстве можно доказать только тут будет не 3, а 4. Пожалуйста, скажите мне, какую величину надо рассмотреть и какие неравенства надо написать, чтобы получить для пространства такие же неравенства. Количество кубиков по-прежнему будем обозначать А маленькое, количество черных лук. количество граней между черными и белыми по-прежнему обозначает А маленькое. Это все то же самое. Вопрос, какую величину будем рассматривать? И как она будет меняться? Вы не понимаете, чем это? Что такое кубик в пространстве? Понимаете ли я? Сколько грани у кубика? Шесть. Шесть. Когда белый кубик перекрашивается в черный? При каком условии? Три. Три разве? Три. Четыре. Вот у нас есть белый такой-то кубик, от него, если по четырем направлениям стоят черные, ну а вот по этим двум неизвестно что, да? То в таком случае мы его перекрашиваем. Это понятно? Да. Замечательно. Что при этом происходит с числами А и В? Количество чего? Это увеличивается на единицу. Что происходит с количеством границ? Смотрите. Четыре границы исчезают, да? Четыре границы исчезают и максимум две появляются. Согласны? Да. Слушайте, интересно. Здесь опять тот же эффект. Там же у нас, помните, у нас три границы исчезали, одна появлялась, да? Там было минус три плюс один, а здесь минус четыре плюс два. Получается, что величина-то та же самая. Просто вообще та же самая. Мы рассматриваем ровно ту же самую величину и верно тоже самое неравенство по той же причине. Потому что при любом перекрашивании черного кубика у нас количество черных кубиков увеличивается на единицу, а количество границ между черными и белыми ну, может же значит, на четыре уменьшается, а может быть, даже и больше, чем на четыре уменьшается. Отлично. Теперь смотрим на эти неравенства. Ребята, а здесь будет все то же самое. Я единственное перепишу все-таки. Вот. Значит, и так, пишем два, а это как было? Меньше, чем два плюс Б. Отлично. Меньше или равно все замечательно. А вот здесь будет отличие. Да? А там будет меньше или равно два, а два, а плюс четыре, а шесть, а шесть, конечно. У кубика шесть границ. Поэтому черный кубик может дать, вот, здесь у меня будет так, два, а плюс шесть, а получается, что два, а большое меньше, чем восемь. Господа, если мы с вами придумаем конструкцию, при которой количество черных кубиков увеличивается почти в четыре раза, понятно, что я хочу, оно должно увеличиться почти в четыре раза, то в таком случае задача будет полностью решена. Получится, что на плоскости возможно увеличение почти в три раза, а в три и больше нельзя, и в пространстве тогда получится, что можно увеличиться в почти четыре раза, а в четыре и больше нельзя. И смотрите, как забавно, в случае плоскости мы с вами уже имеем и конструкцию, и доказательство, в общем, доказательство будет потяжелее, чем конструкция, в случае пространства у нас доказательство такое же фактически, как на плоскости, ты только четыре заменили на шесть. А вот пример. Давайте. Да. Там будет, нет, восемьдесят четырехмерных, да, там все то же самое. Давайте все-таки разберемся с пространством. Наше любимое пространство из кубиков. Повторяю, придумайте конструкцию, чтобы количество черных кубиков в пространстве увеличилось бы, повторяю, почти в четыре раза. Данная задача клетки черные и могут перекрашиваться. Почему? Могут, могут. Нет, вы вернулись уже к нашей изначальной задачи. Подсказка. Когда я вам рассказывал конструкцию про пространство, я там чуть-чуть сделал небольшой ошибку. Вот если ту самую конструкцию, которую я вам рассказывал, чуть-чуть исправить, то получится та самая четвертая. помните, я вам говорил, один полностью пустой слой, правильно? Потом два слоя раскрашенные в шахватом порядке. Было такое? Господа, давайте сделаем такую конструкцию. Большой, очень большого размера. В один слой, естественно, его грани это черные кубики. Дальше смотрите, вдоль вот этой вот целиком черной грани, целиком белая грань тоже толщиной один. Это можно? А вот дальше внимание, нет, толщиной в два слоя, а толщиной в один слой в шахватном порядке у нас стоят кубики. Понятно, что я сделал? В один слой. И происходит простая штука. следующая опять целиком белая. Следующая опять в шахматном порядке, следующая целиком белая, следующая в шахматном порядке. Ребята, если вы посчитаете долю черных кубиков, то это будет примерно одна четверть. Потому что когда вы берете два соседних слоя, в одном из них вообще нет черных кубиков, а в другом половина черная. Понятно? значит, четвертая часть кубиков черная. А теперь смотрите, когда у вас есть такой вот слой из целиком черных, то будет происходить все время мигания. Согласны? то есть этот слой не будет исчезать. А на границе он упирается в черное и поэтому с границей он будет постепенно зарастать. А когда у вас есть вот здесь черный слой, а этот мигает, то в тех местах будет происходить тоже возникновение черного и тоже пойдет процесс зарастания. В результате простая конструкция пустой белый потом в шахту на порядке белый и черный и так далее дает нам примерно четвертую часть.